Ну что ж, здорово, комрады! Вот и прошли полтора года. Стал момент, как я пересел на платформу AMD Threadripper. Напомню, я делал перестановку, я апгрейдился с платформы 1156. То был Core i7, если не ошибаюсь, 860, по-моему, 860. И вот к чему я пришел. Ну, давайте по порядку, наверное, начнем со своего... Я расскажу все, что я думаю про эту платформу. К сожалению, есть хорошие вещи, есть плохие вещи. Я не знаю, я не очень слежу за тематикой, поэтому не уверен, кто-то рассказывал это или нет. Но, надеюсь, вам это будет интересно. Я даже не знаю, с чего начать, с боли или с радости, если честно. Ну, давайте начнем, пожалуй, с самого банального. Это корпус, в данном случае это Thermaltake какая-то корка, по-моему, 70-я. Но, что можно по нему сказать? Во-первых, почему именно этот корпус? Ну, потому что мне просто его подарил Камрад еще в долгие-долгие времена назад. И, честно говоря, я рад. Несмотря на то, что это здоровенные грабина, и многие сейчас, на самом деле, не жалуют такой размер, но я, честно говоря, нифига не понимаю, на кой черт нужен маленький ПК. Ну, я могу понять, если ты его переносишь куда-то, например, не знаю, для работы, скажем, на даче. Ну, вот это я, пожалуй, понять и принять могу. Но в обычном случае, когда он где-то там за столом, как у меня, например, чтобы ты не слышал все эти жужжания пропеллеров, даже если они тихие, естественно, то я лично, как делаю, я его просто кладу там под стол, кладу там, ну, в данном случае на второй компьютер, еще на более старый, и он у меня работает. Мне, честно говоря, абсолютно по барабану, какого он размера, и поэтому пускай он будет такого, чтобы туда точно все вмещалось, чтобы у него был запас по хардам, чтобы всего было с избытком. Ну, я такое люблю. Я не знаю, как вы, но у меня старая закалка. Что плохого я могу сказать? Наверное, единственное, пожалуй, что я могу плохого сказать про этот корпус, это то, что ввиду того, что он здоровенный, то он немного вибрирует от хардов. Я говорил это в прошлом видео, и в этом видео скажу то же самое. Да, если все харды работают, а вы сейчас видите, что они у меня как раз все и остались, практически кроме одного, да, если они все работают, он начинает вибрировать, и в какой-нибудь момент он может войти в резонанс, это неприятно. Но я просто что сделал? Я сделал тайм-аут хардам 15 минут. То есть после 15 минут простоя они перестают крутиться и уходят в сон. Поэтому с этой проблемой я практически не сталкиваюсь, учетом того, что у меня два SSD в этом компе. По нюансам, спереди там два 200-мм, их сейчас, наверное, хорошо видно, потому что я переднюю панель снял, я ее помыл, она у меня сейчас сушится. Один сверху тоже 200 мм, и здесь был стоковый вентилятор. Как вы видите, стоковый я заменил, потому что он изнашиваться уже стал. Заменил я его на классический термалрайтовский вентилятор. В принципе, я им доволен, достаточно хороший более-менее вентилятор, у него очень неплохое статическое давление, и прям даже на малых оборотах чувствуется он рукой. В отличие, например, от ног, который у меня есть, там профиль немножко другой, поэтому, ну, не будем сейчас об этом. Хороший вентилятор, я им в принципе доволен. А вот 200-мм, и честно говоря, не доволен. Надо бы мне их заменить на, наверное, 140-ки, но я пока что этого никак не могу, честно говоря, заняться. Этим нет ни времени, ни желания сейчас куда-то тем более ехать, и цены там такое себе. В чем с ними проблема? Они, на самом деле, начинают шуршать уже со временем. Ну, не самый качественный, там, видимо, какой-нибудь подшипник. В общем, такое себе. Можно было бы, наверное, их заменить на, скажем, Noctua тоже 200-мм, но я, как посмотрю, честно говоря, на цены на 200-мм вентиляторы, мне, честно говоря, становится немножечко плоховато, особенно на Noctua. А другие, брать это, получается, лотерея, потому что я не думаю, что они будут слишком уж лучшего качества, чем эти, и проработают тоже, ну, если три года, дай бог. Сразу, чтобы отсечь, скажу про блок питания. В данном случае это Seasonic на 750 ватт, хватает с запасом. Ни разу не слышал, чтобы он вообще включал вентилятор, поэтому мне, честно говоря, про него особо сказать и нечего. Вот в этом слоту, если вы видите, вот здесь вот у меня есть и звуковая карта, на которой я раньше тестировал смартфоны. Это Asus Zonar DX. Отличная звуковуха, она хороша как на запись, так и на выхлоп. Там есть некоторые нюансы, она, конечно же, 7.1, но из этих 7.1 только один выход имеет нормальный ЦАП. Так вот, в чем проблема? Она очень плохо работает на десятке. Драйвер там не обновляли черти с какого времени. Проблема в том, что она дает задержку на какие-то системные ресурсы. Если, например, играешь в какую-то игру, она начинает запинаться. Короче говоря, складывается такое впечатление, что просто какие-то проблемы с буфером. То есть, но хардверная карточка работает, и с ней все в порядке. Я мониторил при помощи latency monitor, и проблемы именно в драйвере. Причем, даже если я ее не использую, то есть не вывожу через нее звук, то этот драйвер все равно висит в памяти, и он как раз-таки дает вот эти вот щелчки и вот эту задержку. Это неприятный момент, потому что, блин, железка хорошая, и очень жалко то, что винда десятка на ней так хреново работает, потому что семерка работала, мое почтение, отлично. Никаких сбоев с ней не было вообще никогда. Далее про кулер я расскажу, потому что он был заменен. У меня раньше стоял вот такой. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот, у меня был раньше Arctic, вот такая вот башенка скромная. Ну, она скромная только если вот так вот сравнивать. Здесь был 120-миллиметровый вентилятор, и, в принципе, мне очень нравился вот этот радиатор, и вообще исполнение у Arctic очень хорошее. Мне прям придраться сложно, причем качество не только самого радиатора, там покрытие, но и вот что отличает вообще хороший кулер от недорогого, но тоже хорошего в плане охлаждения. Это, например, удобность установки, качество вот этих вот крепежных элементов. И в этом плане вот кулер от Arctic мне очень понравился. Здесь и покрытие такое матовое, очень приятное, и самое главное, что качественное. И реализация вентилятора хорош, там хороший, долговечный довольно-таки подшипник, я был им очень доволен. Но в чем проблема и почему я его заменил? Ну, во-первых, потому что, черт подери, это классическая стрела. Мне, наверное, не надо говорить то, что просто тупая площадь рассеивания у стрелы гораздо больше, чем вот у такого кулера. Тем более то, что я рассчитывал эту систему еще проапгрейдить до более какого-то мощного процессора. А сейчас в нем стоит Threadripper 1900X, то есть самое-самое днище. Но почему я его взял? Просто потому, что он должен был стать затычкой. Но, как видите, обновление не пошло. Мы сейчас вернемся к этой теме. Я расскажу, почему не пошло. Что можно сказать про сам радиатор? Ну, во-первых, я купил его, конечно же, с двумя пропеллерами. То есть один у него был в комплекте, и второй я докупил для того, чтобы поставить его вот сюда вперед. Сюда не вижу смысла ставить, потому что разница по нагреву просто минимальная. Да и здесь и так на выхлопе стоит еще одна 140-ка. Как вы знаете, наверное, рыжие вентиляторы – это те вентиляторы, которые раскручиваются до 2500 оборотов в минуту. Я думал, что это не станет проблемой, но проблемой это стало. К сожалению, ну, на самом деле, не только это. Проблемой еще стало то, что вот этот вентилятор, он оказался бракованный. Он с завода, еще не работавший, он шипит. То есть какая-то проблема с очевидным подшипником, хотя здесь есть голограммка, и сложно сказать, что это подделка, и покупал я в розничной сети. Поэтому, честно говоря, просто не было времени ехать туда и ругаться за тысячу рублей. Поэтому это работает так, и я вам скажу, что этого хватает. Почему этого хватает? Ну, потому что я полностью снял с этого процессора разгон. Он работает в стоке на фиксированном напряжении 1.25 без какой-либо турбочастоты. Ну, единственное, что я зафиксировал частоту работы на 3.9 ГГц. Он так жрет меньше, и самое что главное, при большой нагрузке или AVX нагрузке, он не бросает частоту. Если же мы его оставляем в стоке, то при существенной нагрузке по AVX, он сразу же теряет частоту до, там, роняет ее до 2.6, где-то до 3 ГГц. То есть, ну, какую-то... Почему... Зачем это сделано, не совсем понятно, учитывая то, что энергопотребление, ну, не прям так, чтобы уж возрастает. Если говорить про чистую арифметическую производительность, то есть, если мы сравниваем, там, например, его по параметру какой-нибудь числа дробилки, то, в принципе, мне этой производительности более-менее хватает. Что я имею в виду под пониманием более-менее? Это значит то, что вот когда ты что-то делаешь, ну, скажем, например, какой-нибудь рендер, или, там, для вас видео, вот, рендер идет, то компьютер остается отзывчивым за счет 16 потоков. То есть, Premiere обычно, как правило, использует 12 потоков, и вот остальные оставшиеся ресурсы можно использовать для того, чтобы открыть браузер, или начать делать обложку, например, или описание, или что-то типа того. Но этого не хватает, например, чтобы сделать какое-то там, поставить видео на рендер, или какой-то материал там рендерится, и, скажем, запретить какую-то игру. Вот этот процессор этого не позволяет. Но, опять же, по сравнению с тем, что у меня было, да, с коркой первого поколения, это, конечно, небо и земля. Я думаю, про это даже говорить не стоит. Тот даже в разгоне, там было 3.6 у меня он максимум держал. Нет, даже не близко. Но у этого процессора, и вообще, в принципе, у AMD, есть одна проблема, которая просто... от которой меня бесит страшно. Дело в так называемом спайкинге, или в пиках по температуре. Это особенность, наверное, мониторинга температуры на многих райзнах, причем это касается не только Threadripper, но и второй серии, и третьей серии. Все это держится до сих пор. Дело в том, что даже в простой температура почему-то отображается системным мониторингом, как такая вот рваная, хотя ты вроде ничего не делаешь. Причем это никак не влияет на напряжение, на чистоту, на разгон, на материнскую плату. Это бывает у всех, а у кого-то бывает, а у кого-то не бывает, или тот не замечает. Некоторые материнские платы, например, вот конкретно эта материнская плата, Asus Strix, она подвержена... То есть не то, что она подвержена. Дело в том, что она считывает именно вот с этого температурного датчика, который вот ведет себя так. Предыдущая моя материнская плата на X399, то была Астрок Таичи, я помню, с ней была проблема, она сломалась, я ее потом сдал. Но она, например, не считывала так температуру. Она считывала ее именно ровно. Я не представляю, с чем это связано. Но проблема очень массовая, если вы посмотрите на Reddit, сообщений дофигища, или просто введите Ryzen Temperature Spiking. Будет то же самое. Казалось бы, ничего страшного, ты просто настраиваешь кривую вентилятора, и все в порядке. Но нет, конечно же нет. Надо немножечко погемороиться. В чем проблема? Если ты ничего не делаешь, и у тебя достаточно низкая температура, например, там 35-40 градусов, и у тебя идет дельта на 7 градусов, она примерно вот в простое поднимается на 7, потом опускается, на 7 опускается, на 7 опускается, то ничего не происходит. В принципе, ты настраиваешь вертушку, чтобы она начинала реагировать там с 55 градусов, и ничего не происходит. Все счастливы, все довольны. Но проблема в том, что эта материнская плата, и, например, предыдущие Таичи, да и практически, наверное, все платы под AMD, они сразу же очень болезненно реагируют, когда температура уходит за 70 градусов. Как только температура уходит за 70 градусов, она почему-то автоматически включает скорость вращения вентиляторов на максимум. Ну, там, не 70 ровно, то ли 75, то ли 78, не суть важного. Если я, например, разгоняю этот процессор, то есть он гонится там до 4-4,1 примерно, но как только он под AVX начинает расти температура, и она, например, дорастает, скажем, до вполне там вменяемых 70 градусов, и ничего теоретически не должно происходить, но за счет вот этого бага, который проявляется и на 70 градусов, просто там дельта получается, он верх не на 7 градусов, а на 3 градуса, он иногда достает до верхнего лимита. И получается, у тебя температура даже не до 80 не доросла, а вот этот вот красный вентилятор врубается на 2500 оборотов в минуту. Надо ли говорить, какой шум стоит от 140 на 2500 оборотов в минуту. Поэтому единственное, что я смог сделать, это то, что настроить вентиляторы таким образом, чтобы они максимально поздно включались. То есть у меня идет график вниз, а потом наверх очень-очень резко. Еще одна проблема именно с процессором, если мы говорим про процессор AMD, то он почему-то очень глупо и странно ведет себя с программами от Adobe. То есть почему-то, например, если ты создаешь новый файл в Photoshop, скажем, он реагирует, я не знаю, секунды 3-4. Или, например, то же самое происходит, когда ты открываешь настройки в Premiere. Ну, я не буду сильно застрять на это внимание, потому что по моей практике это случается только с программами от Adobe. Я не исключаю, что они просто кривые. Например, в DaVinci Resolve все в порядке. Или, например, в программах от Autodesk тоже все в порядке. И в CAD-ах все нормально. Касательно того, что некоторые из вас с первого моего видео, когда посмотрели то видео, мне потом, после полгода или год прошел после того момента, и народ мне прислал видео, где мой коллега с канала ProHightech тоже собирал рабочую станцию на Treadripperе. Только в современном, естественно, не на этом днище. Вот этот боковой вентилятор мешает установке первого вентилятора. Соответственно, его я поставлю сюда, а второй уже внутрь. Так вот, многие спрашивали, почему я поставил именно стрелу, а не водянку. Совершенно логичный, на самом деле, вопрос. Я прекрасно понимаю тех людей, которые это спрашивают, потому что, блин, водянки сейчас и стоят более-менее вменяемых денег, и охлаждают в ряде случаев гораздо лучше. Но, если честно, то вот для такого процессора, когда мы говорим про рабочую станцию, которая должна просто работать, я, честно говоря, не вижу преимуществ, которые дала бы мне СВО. То есть, этого кулера хватает с запасом для того, чтобы охлаждать в стоковом состоянии этот процессор. Понятное дело то, что это не VX-процессор с теплпакетом 250 Вт, но я уверен, что 250 Вт процессор на напряжении 1.25, я думаю, бы охлаждал без особых проблем. Даже если бы и нет, то я бы просто понизил напряжение и залочил частоты несколько ниже. Я бы не стал бы ставить водянку только потому, что, ну, во-первых, там бороде пришлось резать верхнюю сторону корпуса, модифицировать ради водянки. Я бы не стал это делать просто потому, что, ну, это как бы не какой-то там бенчтейбл, чтобы это делать. И тот шанс, что водянка все-таки сдаст свои позиции, что-то там прольется, пускай этот шанс достаточно низок для качественной водянки, но я бы не испытывал судьбу, потому что цена комплектующих на Threadripper современная слишком высокая, чтобы иметь даже небольшой шанс того, что вода и это все дело зальет вместе с видеокартой, с материнкой, с блоком питания, если он снизу стоит. Для рабочей машины я бы не стал. Еще некоторые люди у меня в Instagram в Директе спрашивали про вентилятор на зоне VRM. Ну, потому что я в Директе выкладываю все, что я обновляю именно в компьютере. Так вот, скажу вам честно, вот с этим процессором он ни разу не включался. То есть он отчетливо слышен, когда включается. Так вот, я его ни разу не слышал и при долгих рендерах, и при ночных рендерах ничего. Он никак себя не проявляет. Я надеюсь, что вентиляторы на, например, чипсете у новых материнских платах на STR4 ведет себя примерно так же. Потому что, ну, хрен бы с ним, если он не включается, то и да пожалуйста, ради бога. Ну и плюс, это достаточно неплохой подспорь, если вдруг по каким-то причинам какой-нибудь 32-ядерный монстр действительно будет в VVX и потребляет слишком много, и пускай он будет как огнетушитель там встроенный, и черт бы с ним. Касательно оперативной памяти, здесь у меня, как видите, 8 плашек, и проблема в том, что они все двухранговые, и естественно из-за этого контроллер памяти не тянет память, хотя она по частоте в XMP3200, но сам процессор, а точнее контроллер памяти в этом процессоре не тянет их выше, чем 2666. Это то, что AMD гарантирует на этом процессоре. Ну, в общем-то, память так и завелась. Ничего с ней сделать нельзя, разгон вообще ни на мегагерц не может сдвинуться. Единственное, что я сделал, это чуточку приопустил тайминги с 21 до 16. Вот, в общем-то, и все. Больше по памяти мне сказать нечего. Теперь про, наверное, самую-самую боль. Это, конечно же, видеокарта. Как вы помните, в старой системе у меня стояла AMD 7950. Она до сих пор работает, она в идеальном состоянии. Я ее поставил на старый комп. Ну, и просто на всякий случай. Мало ли, с этой что-то случится, я ее просто верну. Пускай у меня в загашнике и будет одна видюшка. Так вот, это 1080 Ti после майнинга, которую я купил за 20 тысяч. Это версия с двумя вентиляторами. Если я не ошибаюсь, это кайфа. Что я могу про нее сказать? Ну, естественно, естественно, я никому не рекомендую брать видюхи со вторички, тем более после майнинга. Ну, во-первых, когда я ее просто взял и снял систему охлаждения, чтобы посмотреть, что там и как, то видеокарта была, сама вот печатная плата, она была в каких-то жирных следах. Ну, то есть, короче говоря. То есть, по-видимому, прокладки на ней текли не один раз. Что оставило свой след на печатной плате. Так, у нас батарейка села. Совершенно очевидно, что это происки фанатов Intel. Но мы продолжим. Там, ну, просто нету живого места, фактически. Она просто грязная. Она не покоцанная, она не горелая, она просто грязная. Ну, и отмыть ее не представляется никакой возможности. Некоторые контакты там немножечко окислены, но я посмотрел, под лупой, вроде никаких там проблем нету, ничего пропаивать не пришлось мне. Все прокладки сохранены при этом были, и они хорошие, хорошего качества были. Или термопаста тоже хорошего качества была. Но это только потому, что я брал у продавца, который об этом позаботился. Я у него специально спросил, поменял ли он все термопрокладки. Он сказал, что да, и не обманул. Все так и было. На чипах памяти прокладка, на бэкплейте прокладки, все комплектное. Но грязная печатная плата и слегка окислившиеся контакты, это не самая большая проблема этой видеокарты. Спустя некоторое время сдох один из вентиляторов. Причем, как он сдох? Он не там, у него не втулка развалилась и не подшипники, а у него отпаялось основание. Мне пришлось ее полностью снимать, разбирать, потом припаивать обратно эту вертушку к основанию текстолита. Я имею ввиду контакты вертушки к основанию текстолита, на котором он сидит. Казалось бы, что еще плохого может быть в этой видеокарте, но кое-что есть. Например, у нее пищат дросселя. Я предлагаю вам послушать этот замечательный аккомпанемент. Сделайте погромче. И вот так вот она то пищит, то не пищит. На самом деле это довольно беспокоит меня, но от этого спасают закрытые наушники. Как только ты одеваешь закрытые наушники, этот писк пропадает. Не нужны никакие там шумоизолирующие наушники, достаточно просто хороших закрытых. По производительности, конечно же, это самая обычная 1080i. Если закрыть глаза на то, что в играх этот процессор совершенно ничего не может, то, в принципе, работать с ней нормально. Я, в общем-то, и брал ее для, в основном, CUDA и OpenGL ускорения. OpenGL она работает так себе, а вот CUDA вполне себе неплохо. Теперь мы перейдем к, пожалуй, хардам. Они все вот в этих корзинах, там никаких изменений особых нету. Я до сих пор использую RAID из 1TB Western Digital Black. Ни один из них не лег. И у всех смарт замечательный. Они наработали уже какое-то чудовищное количество времени, но так как они охлаждаются, как вы видите, двумя вентиляторами 200-мм, и никаких проблем с ними вообще нету. Под видеокартой у меня установлен один NVMe накопитель. Это Samsung 970 EVO. Про него тоже все, в принципе, достаточно известно. На 250 гигабайт он у меня выполняет роль кэширующего устройства. То есть на него скидываются все кэши, базы данных, все файлы предпросмотра, значков и все, что нужно посмотреть. Например, если это видео, то ты загружаешь его на этот NVMe, и предпросмотр получается гораздо плавнее, чем когда ты считываешь даже с RAID массива хардов. Система же установлена на вот этот вот хард. Это Samsung SATA SSD, который подключается по протоколу SATA. Это 840, если я не ошибаюсь, EVO. Не самый удачный хард, но с ним, опять же, никаких проблем, честно говоря, нету. Единственный нюанс, который я мог бы выделить, это проблема самого, на самом деле, протокола SATA 3. Дело в том, что я заметил, как только с этим диском происходит какая-то фоновая интенсивная операция с файлами, то вся система перестает быть отзывчивой. И я точно не уверен, но мне кажется, что если систему перенести на, например, второй NVMe накопитель, то эта проблема решится, потому что очередность запросов у SATA и NVMe протоколов несколько разная. И чисто теоретически NVMe в таких задачах, наверное, должен показать себя лучше. Ну, приведу пример. Например, если поставить кучу программ в активное пользование, а потом перевести комп в гибернацию и запустить его заново, то как только он включил тебе экран, у тебя система еще не отзывчивая. Нужно подождать секунд 10, чтобы он прогрузился. Если ты попытаешься открыть что-то в это время, то оно просто даже не откликнется. Касательно игр, вы, наверное, поинтересуетесь, что с играми. Ну, играю я не часто, хотя приходится себя заставить, конечно же, играть, чтобы просто тупо мозги могли отдохнуть. Ну, честно говоря, в играх это днище. Причем такое днище, которое вы, наверное, давно уже не видели. Ну, я уж не говорю про то, что статтеры из-за процессора просто чудовищные. Ну, я вам сейчас выведу, например, тот же самый Total War Warhammer в 1080. И просто посмотрите на эти залипания. Я менял уж режимы работы с памятью. Я уж ставил на разные харды и на SSD саму игру. Нифига не помогает. Это реально связано, ну, насколько я понял, это действительно связано с самим процессором. Потому что это, мягко говоря, не самый удачный процессор для игр. Более того, вот такая вот система с 1080 Ti и 1900 показывает FPS ниже, чем Core i7-9700 и 1070 обычная. Что меня несколько озадачило. Ну, такова уж жизнь AMD-шника. С другой стороны, я покупал этот процессор за 19 тысяч. А 9700 в то время стоил, если я не ошибаюсь, по-моему, 32 тысячи или 34 тысячи. Ну, типа, разница соответствующая, в общем-то. В общем, игры это вообще не про эту систему. И, конечно же, я не могу не упомянуть тот уродский, гадский, блядский факт того, что AMD выпустила новые Трудриперы на новой платформе. Как я к этому отношусь? Я к этому крайне херово, потому что это просто звездец какой-то. Получается, обычная платформа AM4 живет дольше, чем платформа для энтузиастов, которая стоит минимум, если я не ошибаюсь, 17 тысяч просили за самую дешевую материнскую плату на 399-м чипсете. Ну, что можно про это сказать? Это полная жесть. Просто караул. Это просто плевок всем тем, кто купил эту систему. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что хотя бы третью серию я смогу поставить в этот сокет. Но AMD здесь мне показала большой-большой железный болт. Просто да, ну ты заплатил всего. Не доплатил, понимаешь? Надо было не 20 тысяч за материнку отдать, не 25, не 27, а, скажем, 50. Вот сколько сейчас стоят материнки на TR4? Ну, по-моему, несколько дороже, чем 16-17 тысяч за самую дешевую на X399, да? Наверное, это просто так. Очень нужно было перейти на новые материнки, это точно. Вот вы спрашивали, типа, ой, вот AMD самаритяне держат сколько платформ, а Intel вот каждый раз новую платформу. Но Intel на самом деле получается, что подольше-то выдерживает 2011-ю платформу, нет? И причем, когда это произошло, типа, ну я хотел отбомбить, сказать, что, ну, блин, это же караул. Но меня успокаивало, меня тешила та мысль, что, ну ладно, я обновлюсь, скажем, на какой-нибудь там 29-20, скажем, второго поколения, или 29-50, 16-ти ядерный, ну, типа, мне этого будет достаточно еще овер дофига времени. Но проблема в том, что 29-50 гораздо медленнее, чем 39-50 на АМ4. А вот цены нифига почему-то не ниже. Вот вообще цены ниже не стали. Подешевел только в ритейле как раз-таки мой 1900-й, который является, по сути, затычкой. Все остальные, что на БУ-рынке, что в новые, в ритейле с гарантией, они все практически не потеряли в цене. Просто потому, что новые процессоры стали гораздо-гораздо дороже. И получается очень интересная ситуация, то, что ты не можешь ни на что грейднуть эту систему, потому что это лишено смысла. Если ты хочешь грейдить на 29-50, скажем, то тебе это не имеет смысла сделать, потому что ты можешь грейднуться, получается, на АМ4 и 39-50. А по цене 39-50 и 29-50 можно сказать то, что примерно одинаково, если сравнивать БУ с БУ и ритейл с ритейлом. Это полный нонсенс, потому что насколько быстрее 39-50, мне, наверное, объяснять не нужно вам. А если говорить про третье поколение трендриперов, то они, по сути, как две таких системы, я имею в виду процессоры и материнская плата. То есть это тоже, получается, лишено смысла. И получается какая-то безвыходная совершенно ситуация, где ты не можешь пойти ни в рамках своей платформы, ни грейднуться на следующую платформу, потому что там цена гребанная зашкаливает. И получается просто неадекватное соотношение цены на производительность, учитывая то, по каким скидкам сейчас можно новую собрать систему, например, на 399 сокете. Пускай даже там цена, как мне кажется, тоже завышена, с учетом того, что она даже не откатилась. Но даже так цена на производительность на 399 платформе получается выше, чем на новых трендриперах. Ну и в завершение, стал бы я сейчас рекомендовать кому-то платформу на чипсете 399, то есть на старых поколениях трендрипер. Ну, на самом деле, да, с некоторыми оговорками. Материнскую плату точно имеет смысл покупать новые, потому что сейчас они гораздо-гораздо дешевле материнских плат для новых трендриперов. Это раз. Поэтому я покупал бы ее в магазине с гарантией, с учетом того, что, ну, вы помните, какие у меня проблемы были с этими материнскими платами. Здесь нужна четкая гарантия. Касательно процессоров, вот здесь вот я бы поискал бы. Возможно, я просто не досидел, и они в будущем будут появляться по более вкусным ценам. Сейчас я бы просто, если прямо вот сейчас нужна какая-то платформа, да, я бы взял точно такую уже затычку в лице 1900-го, учитывая то, что на барахолке их можно, по-моему, тысяч за 10, наверное, взять, эти 1900-е или что-то типа того. Я бы грейнулся потом на 29.50 в том случае, если он был бы заметно дешевле, чем 39.50, то есть чтобы цена на производительность была сопоставимой. Сейчас она 39.50, наверное, даже будет эффективнее, с учетом того, что его можно найти в больших промежутках между максимальной ценой и минимальной ценой. Если бы я оказался сейчас с этими знаниями вот в тот момент, когда покупал этот комп, купил бы я его заново. Ну, честно говоря, знаете, да. В общем-то, да. Я бы наступил бы на эти же грабли. Intel я бы не стал бы брать по совершенно очевидным причинам. Ну, потому что, например, 9700, он хоть и лучше, например, совершенно очевидно, что он гораздо лучше вот этого барахла в играх. Но у него, опять же, только двухканальная память, например, какой-нибудь 9700 стоит, черт подери, сколько он на тот момент, 32 тысячи стоил, 34 тысячи. А в профессиональных приложениях с его восьми потоками делать абсолютно нечего. Поэтому, честно говоря, у меня даже какой-то мысли о том, чтобы купить индолскую платформу, не было. Единственный процессор, который можно было бы рассмотреть, это, конечно же, 9900. Но, опять же, цена на производительность совершенно на каком-то чудовищном уровне там стояла. Поэтому я бы не стал, честное слово, не стал бы. Даже с учетом того, вот какие минусы есть у вот такой платформы. Наверное, iM4 была бы, наверное, все-таки более разумным выбором, даже с учетом того, какие преимущества есть у этой платформы в виде большего количества слотов оперативной памяти и более продвинутой дисковой подсистемы. Но здесь, опять же, разница не очень большая была бы. Только если грэдится, например, на 3950, да? Но если бы у меня, например, сейчас, я представляю, была бы сейчас материнка с каким-нибудь, я не знаю, 1800 или 1700, или, возможно, там, 2700 классическим, то, черт подери, цена 3950 просто неадекватная, что на старте, что сейчас. Поэтому я бы тоже, на самом деле, сейчас продолжал бы сидеть на первом, либо втором поколении Ryzen. Просто это было бы не дне Тредрипера. Если уж грэдится с 2700, то сразу на 3950, либо на четвертую серию, которая уже могла бы тоже повлечь за собой замену материнской платы. В общем, здесь пока что, честно говоря, непонятно, но, возможно, большинство из вас выбрало бы iM4 и было бы, наверное, право, а я вот с Тредрипером, наверное, не прав. С другой стороны, здесь, например, можно поставить тот же самый разветвитель для NVMe накопителей, и он будет работать в полную силу с 16 линиями PCI-Express. Ладно, я что-то уже затянул, честно говоря, это видео. Надеюсь, оно хоть чем-то вам было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментах, потому что повествование, я прекрасно понимаю то, что мое повествование получилось несколько сумбурным. Добро пожаловать в комментарии, а у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...